Согласно постановлению правительства номер 343 от 20.03.2024 года, данные выплаты в размере 30 тысяч рублей не положены для работников скорой медицинской помощи. Фельдшеры десятка районов края в едином порыве просят восстановить социальную справедливость, записывая видеообращение к президенту. Волна идет по всей стране, ведь по какой-то причине эти медработники не попали в перечень должностей, которым с 1 марта положена проиндексированная выплата. Большинство медиков, работающих в небольших населенных пунктах, с начала весны, согласно постановлению правительства, будут выплачивать по 30 и 50 тысяч рублей ежемесячно. В соцфонде этот факт подтвердили. Между тем, социальное пособие фельдшеров осталось неизменным – 7 тысяч рублей. Почему работает поликлиника медсестра, работает, получает зарплату больше, чем фельдшер? Фельдшер вообще находится между медсестрой и врачом. А нас вообще сейчас как бы так приравняли, что мы зарплату получаем между санитаркой и медсестрой. Нагрузка фельдшеров, по их словам, несравнима с работой тех же медсестер, которым при этом обещаны 30 тысяч рублей. Сотрудники скорой выезжают и в грязь, и в холод, порой по 17 раз в сутки. А средняя зарплата фельдшера, если он не работает на несколько ставок, едва доходит до 25 тысяч рублей. Отношения к скорой помощи вообще меня не устраивают. Ну, такая вроде благородная профессия, как говорится. Я когда училась, у нас, как говорится, доктор на селе всеобщий. А сейчас, получается, мы никто. На обращение фельдшеров, в том числе алтайских, уже обратили внимание депутаты Госдумы. К примеру, Даниил Бессарабов считает, что просьбы медработников обоснованы. Конечно, это воспринимается как несправедливость по отношению к этой категории людей, которые выполняют очень важную работу на селе, спасая жизни. И если мы не обеспечим равные условия для работы этих людей и достойные условия, в том числе их оплаты, то у нас просто кадры уйдут работать из этого сегмента. Я тут же обратился к председателю комитета Государственной Думы по здравоохранению, Бадмине Николаевичу Башанкаеву, к своему товарищу, коллеге. И обсудив эту проблему, выработали механизм его решения. И уже в моем распоряжении есть депутатский запрос. В запросе, в том числе на имя главы правительства России Михаила Мишустина, недоразумение, а именно так случившееся называет Бессарабов, он просит скорее исправить. И надеется, что уже завтра на отчете председателя правительства вопрос, волнующий тысячи людей, по всей стране рассмотрят. А между тем фельдшеры страны продолжают ставить подписи под созданные еще 24 марта петицией. На сегодня проголосовали уже больше 18 тысяч человек. Как нам рассказали некоторые алтайские фельдшеры, если вопрос не решится, они будут искать новое место работы с более достойной оплатой. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, Денис Толком.